Продолжаем рассматривать новые возможности по маскированию, которые появились в версии модуля Adobe Camera RAW 14.5. Сегодня поговорим о такой команде, как выделить предмет. У меня в программе Bridge выделены две фотографии. Давайте откроем их в модуле Adobe Camera RAW. Итак, давайте приступим к уроку. Доброго времени, Сутек. Меня зовут Накрошаев Олег. С вами сайт Photoshop Сундучок и канал фишки Photoshop. Я перехожу на вкладку маскирование. И у нас здесь есть такая команда, как выделить предмет. Нажимаем ее. Модуль Adobe Camera RAW работает. Есть. Давайте увеличим масштаб фотографии. И видим, что у нас, в принципе, получилась неплохая маска для объекта, вот этих птиц. Но есть области, которые надо убрать, к примеру, вот здесь вот. И есть области, которые у нас надо добавить к нашей маске. Как это можно сделать? Я нажимаю на панели маскирования «Добавить» и выбираю кисть. Перехожу на область фотографии, где мне необходимо добавить область для маскирования. Хвост у этой птички у нас недовыделился. Закрашиваем его. Вот здесь у нас область не совсем выделилась. И вот здесь вот. Давайте посмотрим на другую птицу. Здесь все нормально. Теперь я нажимаю на кнопочку «Вычесть», выбираю кисть и ставлю галочку «Автомаскирование». Мне надо убрать вот эти области из нашей маски. Красным цветом показываются области, на которые будет происходить воздействие наших ползунков в модуле Adobe Camera Raw. Сейчас мы создаем маску, а потом будем регулировать ползунки и придадим какой-то определенный вид нашим птицам. Вот здесь у нас еще есть область снега. Давайте ее уберем. Вот таким образом мы с вами создали маску. Теперь я сниму галочку «Показать наложение». И давайте сделаем обработку этих птиц. К примеру, добавим четкости, текстуру. Давайте тени сразу вытянем. Можно добавить насыщенности. И слегка подправить температуру и оттенок. Сделал более желтый оттенок и чуть-чуть добавляю красного или пурпурного. Светлые области давайте уберем влево. Можно добавить слегка контрастности. Тени еще немножко вытяну. И давайте добавлю немного резкости. Посмотрим. Вот такие птицы у нас были. Вот таких птиц мы с вами получили. К примеру, я сделал вот такую обработку. Теперь мне надо поработать с фоном. Навожу курсор мыши на маску 1. Появляется кнопка с тремя точками. Щелкаем и выбираем дублировать и инвертировать маску. Появилась маска 1 инвертирована. Давайте мы ее с вами переименуем и назовем фон. Отлично. А маску 1, где мы с вами работали с птицами, давайте переименуем в птицы. Есть. Теперь нам более понятно, какие у нас маски здесь созданы. Перехожу на фон. Снимаю галочку показать наложение. И давайте, к примеру, сделаем так, чтобы при взгляде на эту фотографию, наше внимание привлекали именно птицы, а не окружающий фон. Для этого я в разделе эффекта дымку передвину влево. Фон стал более светлым. Четкость уменьшаю. И текстуру. И у нас как бы фон размывается. К примеру, вот таким образом. Давайте посмотрим. Вот такая фотография у нас была. Вот такую фотографию мы с вами получили. Теперь давайте применим эту же обработку вот к этой фотографии. Перейду пока на исходную фотографию. Правой кнопкой мыши щелкаю и выбираю скопировать выбранные настройки редактирования. Удерживая клавишу Alt, щелкаю по вкладке маскирование. Все галочки снимаются. А на вкладке маскирования, наоборот, галочка у нас проставляется. Раскроем эту вкладку и видим, что у нас здесь две маски. Фон и птица. Нажимаю на кнопку копия. Перехожу на вторую фотографию. Правой кнопкой мыши щелкаю по этому снимку. И выбираю вставить настройки редактирования. Идет обновление масок. Есть. Вот что мы с вами получили. Была вот такая фотография. Получили вот такую. То есть, вот эти все настройки, которые я сделал для птицы, для фона, у нас скопировались вот на эту фотографию. Но обратите внимание на следующий момент. Давайте, к примеру, сделаем активную маску фон. И мы видим, что у маски фон здесь есть кисть 2. Это я добавлял области в маску. И кисть 1. Этой кистью я удалял области фона. Вот эти кисти нам надо удалить. Почему? Потому что они относятся непосредственно вот к этой фотографии. При копировании масок, я имею ввиду вот этих масок, кисть 2, кисть 1 и на маске птицы кисть 2, кисть 1, они механически переносятся в то же место, где я работал вот на этой фотографии. Поэтому давайте их удалим. Я увеличу масштаб фотографии. И давайте посмотрим. Кисть 1. Нажму на глазик. И мы видим, что вот в этой области у нас появляется красный цвет. То есть, на предыдущие фотографии я в этом месте добавлял вот эту вот область. Вот она. Поэтому мы с вами делаем активной маску птицы. Наводим курсор мыши на кисть 2. Щелкаем по трем точкам. И выбираем удалить кисть 2. То же самое делаем с кистью 1. Теперь наводим курсор мыши на маску фон. Щелкаем по ней. Наводим курсор на кисть 2. Щелкаем. Удалить кисть 2. И удаляем также кисть 1. Есть. Вот теперь мы с вами навели порядок. Давайте я еще раз объясню, что происходит, когда мы с вами выбираем скопировать выбранные настройки редактирования. Переходим на другую фотографию и вставляем эти настройки редактирования. Когда мы выбрали вставить настройки редактирования, у нас модуль Adobe Camera Raw по новой выполняет именно для этой фотографии команду «Выделить предмет». И после этого добавляет именно те настройки, которые я сделал на вот этих масках на исходной фотографии. То есть имеется в виду текстура, четкость, дымка, ну и так далее. На птицах, к примеру, я добавлял контрастность, светлые области, ну и так далее. Вот эти все настройки переносятся на вновь созданную маску по команде «Выделить предмет». К сожалению, команда «Выделить предмет» пока идеально, конечно, не работает. И нам приходится дорабатывать эту маску. Давайте сделаем активной маску птицы. Включим наложение. Увеличу масштаб фотографии. И мы видим, что у нас, в принципе, получилась неплохая маска, но здесь есть определенные недостатки. Давайте их устраним. Нажимаю на кнопку «Вычесть», «Кисть». И давайте подчистим перышки у птичек. Перейдем на другую область. Вот здесь у нас тоже надо проработать. Вот таким образом. А вот здесь область у нас не довыделилась. Поэтому я нажимаю на кнопочку «Добавить», «Кисть», сниму галочку «Автомаскирование» и вот здесь вот закрашу вот эту область. Нажму опять на «Кисть 1», где мы с вами удаляли области. Еще чуть-чуть почищу. К примеру, вот таким образом. Есть маска готова. Снимем галочку «Показать наложение». Если вас на этой фотографии что-либо не устраивает, вы можете легко изменить скопированные параметры. К примеру, для птиц я сделаю температуру еще теплее, в сторону желтого. Вот таким образом. Перейду на фон. И, к примеру, уменьшу четкость и удалить дымку. Вот таким образом. Была вот такая фотография. Получили вот такую. Итак, делаем вывод по этому уроку. В новой версии Adobe Camera Raw 14.5 у нас появились прекрасные возможности по маскированию предметов. Мы можем применить команду «Выделить предмет», обработать отдельно этот предмет, инвертировать и дублировать маску, поработать с фоном. Потом скопировать выбранные параметры на другую фотографию. И у нас все автоматически создастся, я имею в виду маски, и применятся именно те параметры, которые я использовал на первой фотографии. Но так как все-таки команда «Выделить предмет» еще работает недостаточно четко, то мы с вами должны обратить внимание на маску. Проверить маску и при необходимости кисточкой добавить или удалить некоторые области. Спасибо за внимание. Если урок вам был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на наш канал. А с вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа. Продолжение следует...